Когда на Нанбидеу еще только готовили лед, в седьмом комплексе юные хоккеисты уже приступили к занятиям. Дворовые команды в предвкушении первого турнира вспоминают технику владения шайбой и оттачивают маневры на льду. Первое в этом году соревнование среди детско-подростковых команд состоится во второй половине декабря. Это турнир на призы клуба «Белые медведи». Так уж получается, что одноименная команда имеет небольшую фору, ведь они первые приступают к тренировкам. Хороший корт с бетонным основанием дает преимущество. При заливке катка вода не уходит и быстро замерзает. А потому юные хоккеисты уже дней 10, как на коньках. К занятиям приступили все четыре группы, от самых маленьких до юношей. Три раза в неделю по вечерам они отрабатывают подзабытые за лето навыки. Я занимаюсь третий год, люблю хоккей за скорость, мне 6 лет. Сначала нужно хорошо натурироваться, потом уже можно играть. Задач вырастить звезд хоккея тут не ставят. В первую очередь в детско-подростковых клубах прививают любовь к спорту, дисциплину, учат бороться и достигать поставленных целей. А потому тут рады видеть всех, невзирая на возраст и способности детей. Было бы желание. Первые тренировки проходят как бы вкатывающие. Это все по катанию. Ребята, конечно, сразу рвутся с клюшками в бой. Но мы уже тут по опыту знаем, что нужно сначала покататься, привыкнуть к конькам, к владению, потом уже шайбой переходим. А если способности есть, то обязательно помогут найти дорогу в профессиональный хоккей. Многих наставников дворовых клубов хорошо знают спортивные функционеры. Вот, например, тренер «Белых медведей» поставил на лед не одно поколение челнинцев. Виктор Исаев умеет разглядеть талант. И не только в мальчишках. Его подопечная Регина Галиева может дать фору любому ровеснику. Мне папа предложил сходить в хоккей. Я на удивление согласилась. И сходил на первую тренировку. Мне очень понравилось. Вскоре я привела младшего братика. Мы начали вместе ходить. И на тренировках начали стараться готовиться к будущим турнирам. Но не хоккеем единым. Жив зимний спорт. Такие корты во дворах востребованы у многих любителей активного отдыха. Когда нет тренировок, коробка доступна для массовых катаний. Пока тут готовы принять лишь тех, у кого есть свои коньки. Но обещают, что со следующей недели по выходным будет работать прокат. Егор Орлов, Ильнар Мустафин. РЕН-ТВ. Набережные Челны.